Привет, меня зовут Мария Кравчук. Сегодня поговорим о стрессе. Интересно, что женщины и мужчины реагируют на него совершенно по-разному. И каждый человек по-своему видит стрессовую ситуацию и проявляет разную реакцию. Конечно, зачастую реакция на стресс похожа. Это какой-то гнев, это яркая эмоция, это вспышка. Зачастую крик, который может сопровождаться с оскорблением и обидой. И зачастую, к сожалению, людей, которые совершенно не виноваты в том, что сейчас происходит в этой ситуации. К примеру, мужчина может в стрессовой ситуации из-за работы, например, дома замыкаться, уходить в себя, не обращать внимания на родных и близких, делая вид, что они как будто бы равнодушны для него, не нужны ему. На самом деле, это типичная реакция на стресс, которая особенно очень часто встречается у мужчин. Женщины, наоборот, на стресс реагируют ярко, вспышкой, эмоциями. К примеру, стресс может быть из-за того, что она не знает, какой диван выбрать для того, чтобы купить домой. Но этот стресс будет проявляться уже во взаимодействии с детьми, с родными и близкими. Если это стресс на работе, то женщины, конечно, реже переносят его домой, чем мужчины, но тоже может быть. Вот, кстати, женщинам свойственная тенденция стресс из дома выносить на работу. К примеру, когда у женщины идет расставание с мужчиной или же сложности в отношениях, она может себя вести совершенно неадекватно на работе. Она может забывать, у нее могут элементарные задачи просто срываться. Каждая новая задача для нее может быть просто таким, знаете, моментом отторжения, потому что она не хочет брать новой ответственности. Она перекладывает всю ту неуверенность, которую получила в стрессе, из-за разрыва отношений на рабочие процессы. Мужчины, наоборот, быстрее с работы тащат стресс, какие-то свои эмоции домой, переживая их там с родными. Сегодня мы будем говорить именно об этом. Почему стресс в нашей жизни возникает и каким образом с ним можно не бороться, но взаимодействовать так, чтобы он стал помощником. Потому что на самом деле стресс – это не что-то необыкновенное. Это определенная реакция. Да, изредка, не изредка, а достаточно часто стресс может переходить в уже такое состояние постоянства, когда человек начинает погружаться в состояние того, что любая ситуация или же его раздражает, или же наоборот он практически старается через подавление своих эмоций ничего не ощущать, и это уже может быть переходом в депрессию. Мы не будем сегодня рассматривать такие моменты, когда депрессия – это слишком сложный, длительный процесс и требует уже совершенно другого вмешательства. И не будем рассматривать вариант стресса из-за, например, потери близкого человека, или же, не дай бог, потери ребенка, или каких-то там очень важных и очень сложных ситуаций со здоровьем, которые связаны. Потому что это снова-таки уже стресс, связанный с факторами непреодолимыми. Там идет совершенно другая механика нашего взаимодействия и реакция, потому что человек там чувствует бессилие. А это другой вид стресса, который будет требовать от нас рассмотрения конкретно этой ситуации. Поэтому вот об этом мы сегодня говорить не будем. О чем будем говорить? Будем говорить о вот этом состоянии, когда ты просыпаешься утром уже уставшая. Когда ты засыпаешь вечером, и тебе кажется, что ты вроде ничего не делала, а такое впечатление, что протаскала мешки с картошкой. Вроде бы кажется, что каждый день ты делаешь одно и то же, но тебя это раздражает, выматывает. Ты чувствуешь, что опустошаешься, хотя, казалось бы, ты имеешь результаты. Очень часто стресс может быть вот таким, вялотекущим. То есть, когда, например, женщина является домохозяйкой и дома работает, она много чего делает по дому, она организовывает быт, она постоянно готовит. Но от вот этой рутинности задач она испытывает не меньший стресс, чем если бы мы говорили о каком-то стрессе ситуационном на работе, когда человеку сказали, что ты уволен. То есть там просто это будет очень эмоционально глубоко и высоко, то есть человек резко ощутит все эти эмоции. А женщина-домохозяйка испытывает их в микродозах, которые получают чуть ли не как капельницу в кровь и постоянное напряжение. То есть, знаете, это как кто более толстый или кто более высокий. То есть и то, и то является большим человеком. Так и здесь. И то, и то будет являться большим стрессом. Только тот будет протянутый во времени, а тот будет яркий эмоциональный в конкретный момент времени. И то, и то для человека сложно. И сложно по-своему. То есть вот этот вот монотонный стресс, он сложен чем? Что человек в принципе не может ответить и сказать, что вы знаете, я просто в стрессовом состоянии, пожалуйста, поймите, что мои эмоции сейчас могут быть не такими адекватными и правильными, не совсем отражая то, что я хочу сказать. Потому что это как раз-то и относится, знаете, вот к этим ситуациям, когда мы часто это в детстве видели, помните, мама или папа приходили домой, они были в таком состоянии ёжика. Вот знаете, куда не притронешься, ты постоянно попадаешь на какую-то ранку или ранишься сам. То есть всё их раздражает. И хорошее, и плохое. И ты спрашиваешь, как дела, ты плохой, что ты это спросил. Ты ничего не спрашиваешь, ах, ты обиделся, почему ты мне ничего не говоришь? То есть мы постоянно видим вот эту вот картинку, когда мы начинаем понимать, что, блин, а какое мне поведение сейчас сделать, я не могу понять, потому что, что бы я ни сделал, другой человек на это реагирует как агрессивно, реагирует на это, как будто бы я хочу его обидеть, хотя сам обижает меня. Сталкивались с такими ситуациями? Напишите в комментариях, интересно, какая ситуация у вас всплыла в голове, когда я об этом говорю. Идея здесь состоит одна. Человек находится в стрессе. Но этот стресс является вялотекущим и монотонным. Стрессом, который не так остро ощутим, но при этом он достаточно глубокий и сильный. Человек в этом состоянии находится в состоянии раздражения. То есть, в принципе, его источник раздражения может быть очень глубоко, и его можно будет очень долго копать, чтобы найти, почему на самом деле он испытывает эти эмоции. Этот вид стресса, он нужен. Почему? Потому что это как реакция организма. Когда у нас есть какая-то проблема с каким-то нашим органом, что он начинает делать? Он начинает болеть. Точно так же и это. Это сигнал нашей психики, который говорит нам, в твоей жизни что-то не так. Что-то происходит не так, как ты хочешь. У тебя происходит какое-то внутреннее сопротивление или борьба между своими собственными интересами, убеждениями, какими-то навязанными идеями. То есть, вот это чувство того, что все люди начинают тебя ранить, все люди начинают как-то неправильно себя вести, является не элементом того, что они все неправы, является сигналом, что нужно обратиться к себе, задуматься и почувствовать, а что я сейчас делаю? А почему это происходит? А нужно ли это мне? А вообще я там, где я хочу быть, делаю ли я то, что я хочу? Потому что если мы будем долго игнорировать это, то фактически можно прийти или к состоянию депрессии, или же можно говорить о том, что вы можете рассориться. И просто выключить и исключить из своей жизни важных и нужных людей, которые ни в чем на самом деле не виноваты. Ваша психика просто берет, видит такое стекло перед собой и начинает тарабанить в это стекло, и говорит, слушай, услышь меня, не то ты делаешь, не тем ты занимаешься, мне это не нравится, я не хочу этого. И если к нему не прислушаться, то реакция будет такая, что ах так, сейчас я тебе покажу. Психосоматика, все вот это идет туда же, когда мы игнорируем вот этот вялый текущий стресс. Почему? Нам кажется, что все точно так. Я такой же, у меня вообще все прекрасно, я себя заставил и у меня получается, а все остальные плохие. Все люди какие-то стали глупые, все люди какие-то стали невнимательные, меня никто не ценит, меня никто не любит, никто не замечает, никто не хочет сделать так, чтобы мне стало легче в жизни. Но в этот момент нужно задуматься, что именно ты сам и я сама могу сделать себе лучше. И это будет выходом из ситуации, обратиться вовнутрь. Вялый текущий стресс – это симптом, что в жизни что-то идет не в ту сторону. Второй вариант – это острый стресс. Стресс, который является пиком. Здесь все значительно проще, потому что когда человек испытывает настолько яркие эмоции, то ему сложно их не заметить, сложно их не осознать, и зачастую он чувствует, что «блин, все плохо». То есть ситуацию он осознает, он осознает причины, он осознает, что именно ему не нравится. То есть все это в его жизни присутствует именно как пик эмоций. Когда мы срываемся на что-то, когда происходит какая-то непредвиденная для нас ситуация, к которой мы не готовы. Здесь интересно, что вот знаете, такое понятие наверняка слышали и сталкивались с ним, это порог стрессовости. Точнее даже порог стрессоустойчивости. Так звучит правильнее. Что это означает? Каждый из нас по мере жизни сталкивается с разными ситуациями. Кто-то живет простой жизнью, он ходит на работу, с работы, и для него, например, такой момент, как увольнение с работы, является просто неимоверным стрессом. Потому что он к этому привык. Он, в принципе, например, его никогда не увольняли, и для него это будет жесткий стресс. Другой человек, который уже там поменял 10 мест работы, которого там уже 10 раз увольняли, и он, в принципе, не видит никакой проблемы в потере работы, потому что у него такая философия жизни, это совершенно будет не стрессовой ситуацией. Одно и то же событие в жизни одного человека может быть очень сильным стрессом, вызывающий просто бурю эмоций, скрытых или подавленных. Это, конечно, может быть большим вопросом. Но у другого человека это не вызовет вообще ничего. Он подумает, что, блин, у меня сегодня такой же день, как и вчера. Меня, блин, увольняли уже 100 раз. И будут еще увольнять. Для него это норма. Это важно для того, чтобы осознать, что стресс – это ситуация, которая выходит за рамки привычного для нас. То есть, да, какая-то конкретная ситуация, какое-то конкретное событие сейчас могут вызывать настолько сильные эмоции стресса. Но если вы попадаетесь на эти же обстоятельства и эти же события в какой-то определенный повторяющийся раз, в пятый или в десятый, то вы вообще не испытаете стресса. Вы не испытаете ничего, кроме того чувства, что это нормально. И здесь открывается самая большая сложность в понимании. Если исходить именно из этой логики, то получается, что единственный способ для так, чтобы стресс не доставлял неудобства в жизни, это просто наталкиваться на него как можно чаще. А здесь возникает другой вопрос. Я жду вас, а до мазохист, который все время будет вводить себя в состояние стресса для того, чтобы его не испытывать. И тут мы получаем короткое замыкание в своей собственной голове, которое не дает нам возможности выйти. То есть, если это воспринимать вот так, то нет, не сработает. Потому что реально мы говорим о том, чтобы не наталкиваться на стресс, нам нужно испытывать стресс как можно чаще. Логики нет даже в последовательности этих слов. Логика есть в том, чтобы мы понимали, что наличие опыта является элементом, который формирует нашу личность. И здесь мне очень захотелось сказать фразу про выйти из зоны комфорта. Давайте мы не будем говорить об этом понятии. Я вообще считаю, что его сейчас очень сильно исказили, перенесли в какую-то плоскость тренингов и всего остального. Нет. Выход из зоны комфорта — это когда человек расширяет свои границы, и это не всегда полезно, комфортно и нужно. К этому нужно подходить сознательно. Возвращаясь к теме стресса. Если стресс происходит в жизни человека, то он становится чуть-чуть жёстче, он становится чуть-чуть более плотной шкурой, он способен уже к тому, чтобы не эмоционировать очень ярко за счёт ситуации, которые происходят в его жизни один раз. Здесь есть одна книга, которую я могу вам порекомендовать, «Тонкое искусство пофигизма». Не со всеми идеями этой книги я согласна, но с рядом очень даже согласна. И в ней говорится о том, что нам нужно осознавать фактор того, что когда мы решаем какую-то проблему, а стресс зачастую связан как раз-то с проблемой, мы делаем только одно — мы создаём себе новую проблему. Попахивает замыкание, не знаю, но факт остаётся фактом. Если мы начинаем осознавать, что да, мы решаем одну проблему, и это в любом случае откроет другую, и переключим себя на то, что мы должны испытывать стресс в том случае, если мы решаем одни и те же проблемы, потому что это означает, что мы их не решаем, раз они повторяются. То есть нет динамики развития. То есть, например, если женщина встречает мужчину, он начинает её оскорблять, унижать, она разрывает с ним отношения, встречает другого мужчину, и он делает то же самое. Она снова с ним расходится, снова встречает мужчину, с которым выстраивает отношения, в которых снова, например, у неё полностью идёт подавление интересов, то это уже неправильная ситуация. Здесь уже должен быть вот тот монотонный стресс. Почему? Потому что мы не говорим о том, что она теперь привыкла, и для неё это станет нормой. Нет, это всё ещё является неустраивающим фактором. Это всё ещё точно так же неправильно, как и было в первый раз. И, может быть, у неё может даже быть меньше стресса. Но проблема остаётся налицо. Она всё время решает одну и ту же проблему, и никак не может её решить. Инструмент, который она применяет, не является решением для этой проблемы. Нужно менять не мужчин, нужно менять себя для того, чтобы каждый раз не наталкиваться на того, кто поставит в ситуацию, которая будет мне нравиться. Вот здесь важно понять, что стресс — это такой, знаете, наш спутник. И мы просто должны научиться распознавать эти сигналы. То есть человек, который заботится о своём здоровье, он умеет распознавать свою боль, он умеет распознавать сигналы своего организма. Стресс — это тоже сигнал. Просто вопрос в том, какой это стресс, и чем он именно вызван, и способны мы ли распознать, что вот этот стресс сигнализирует нам о том, что нужно что-то поменять, это который вялотекущий, когда нас всё раздражает, когда всё ужасно и всё плохо. Или наоборот, стресс, который говорит нам о том, что я наткнулся на задачу, ну давайте говорить своими словами, на проблему, и я решу эту проблему, а это означает, что я выйду на новый уровень, у меня будет что-то лучше, я справлюсь с какими-то вещами, которые мне не устраивали, которые мне не нравились. И благодаря этому я, конечно, наткнусь на новую проблему. Это и есть развитие, это и есть динамика, это и есть что-то новое. То есть когда у нас есть, например, проблема в виде того, что мы хотим свою квартиру, и мы долго собираем на неё, или идём, делаем, занимаем деньги, или берём какой-то кредит. Для чего? Для того, чтобы купить свою квартиру. И что сделать? Получить новый геморрой, сделать мне ремонт. А сделав мне ремонт, мы получаем новый геморрой в виде того, что нам нужно купить машину. А если мы покупаем машину, то у нас новая проблема, её нужно где-то оставлять. И так далее. То есть мы, решая какую-то задачу или какую-то проблему, которая всегда вводит нас в стресс, просто должны понять, что, решив её, мы просто наканёмся на новый стресс и на новую проблему. Тогда мы можем получить шанс сделать из стресса, знаете, такого маленького зверька, хомячка, маленького дракончика, который просто в нашей жизни идёт рядышком. Мы просто берём его за ручку и ведём вместе с нами. Но важно научиться с ним разговаривать и его понимать, потому что если мы его не понимаем, то он становится очень большим и очень упорно врывается в нашу жизнь для того, чтобы донести до нас то, что он хочет нам сказать. Глухим, слепым людям, которые не могут прислушиваться к своим ощущениям, становится очень сложно и очень трудно. Тогда вот этот зверёк берёт управление этой жизнью, и человек уже не является настолько сильной личностью. В большей мере можно сказать, что вот эти зверьки вокруг него начинают управлять его жизнью. Ни к чему хорошему это не приводит. Вот так. Стресс. Ну, я надеюсь, я не заявляла в начале видео, что я расскажу вам, как со стрессом бороться и как делать так, чтобы в вашей жизни его не было. Я надеюсь, что ответила на главный вопрос. Как делать так, чтобы он стал союзником? И в жизни у вас получилось продолжать испытывать эмоции, становиться более уверенными в себе личностями за счёт того, что вы понимаете, что стресс — это всему лишь сигнал, который просто нужно уметь считать и понять, как вам простроит своё линия поведения. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчики, потому что мы будем обсуждать ещё очень много полезных тем. Если ты не хочешь их пропустить, подписывайся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!